ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Во времена Советского Союза привычка злоупотребления зелёным змием не поощрялась. За дебош в нетрезвом состоянии отдельные категории людей могли оказаться не только в вытрезвителе, но и столкнуться с серьёзными проблемами на работе, вплоть до увольнения. В специальные приёмники помещали не только нетрезвых мужчин, но и женщин. Для последних существовали специальные блоки, выделенные в общественных вытрезвителях. Такой порядок был установлен для того, чтобы находящиеся в неадекватном состоянии после зелёного змеи мужчины не покушались на таких же женщин. Поскольку барышни находились в состоянии беспамятства, то в будущем это могло грозить нежелательной беременностью, риском заразиться венерической заразой и другими неприятными последствиями. В дореволюционной России первый приют для опьяневших появился в Туле, благодаря медику Фёдору Архангельскому. Именно он 7 ноября 1902 года организовал специализированное учреждение, куда со всех концов города штатный кучер свозил неспособных самостоятельно передвигаться пьяных граждан. Этот вытрезвитель содержался за счёт благотворителей и вмещал 8 коек для женщин и 12 для мужчин. В нём перебравшие с алкоголем люди получали медицинскую помощь, бесплатную еду, возможность воспользоваться библиотекой и послушать граммофон. Вскоре аналогичные приюты появились во всех крупных городах Российской империи. Однако после революции 1917 года все они были закрыты, чтобы потом снова распахнуть свои двери для пьяных постояльцев. И как получилось, что вы начали выпивать? Ну, брата в армию проводил, я немножко выпил, и у меня сердце больное, во-первых. На проводах в армию? Да, да. Как к вашему пьянству относятся ваши близкие, семье? А, что я пью, что ли? Первые санитарно-медицинские вытрезвители в Советском Союзе появились в Ленинграде в ноябре 1931 года и подчинялись наркомату здравоохранения. Но вскоре все подобные учреждения перешли под контроль НКВД. После этой реформы весь медицинский персонал был заменен на милицейский, среди которого трудился один единственный фельдшер, оказывавший пациентам первую помощь и фиксировавший их состояние на момент поступления и выхода из заведения. Количество вытрезвителей в городе напрямую зависело от его народонаселения. По нормативам на каждые 150-200 тысяч человек предусматривался один вытрезвитель. Единственной республикой в СССР, на которую не распространялась эта установка, была Армения, где попросту отсутствовала надобность в отрезвителях. Как вы себя чувствуете? Очень плохо. Скажите, вы можете не пить? Не пить я уже не могу. Лечиться хотите? Я уже лечился. Но ведь вас же предупреждали, что нельзя ни капли спиртного. Вам немедленно надо лечь в наше отделение. Ведь у вас же семья, дети. Ну так что, придете? Приду, доктор. Приду. Позорный путь советского гражданина в вытрезвитель начинался с улицы, где запрещалось появляться под шофе, распивать спиртное или еще хуже буянить, будучи под воздействием градусов. Граждан, замеченных в таком состоянии и поведении, сотрудники милиции сажали в патрульную машину со зловещей надписью «Спецмедслужба» и отвозили вытрезвитель. Забирать лиц, находившихся в состоянии среднего и тяжелого опьянения, можно было только в общественных местах. Тех, кто напивался дома, трогать было запрещено. Женские вытрезвители в СССР служили тем же целям, что и мужские. В них приходили в себя люди, нарушившие общественный порядок по причине алкогольного опьянения. Самый знаменитый женский вытрезвитель находился в столице, на улице Плющиха. Туда часто попадали не только простые советские гражданки, но и представительницы селебрити, актрисы, певицы, писательницы и женщины других творческих профессий. В случае душевного кризиса многие из них, как и мужчины, обращались за помощью к зеленому змею. Поэтому иногда нетрезвых женщин отлавливали и на улицах, и возле станции метрополитена, и в других общественных местах. Женщины из высших кругов очень часто пугали сотрудников милиции большими связями с высокопоставленными мужчинами. Но это никогда не спасало их от прохождения общих процедур после попадания в вытрезвитель. Сначала женщин досматривал фельдшер. После милиционеры устанавливали личность прибывшей, чтобы отправить соответствующий сигнал на работу и выписать счет за обслуживание в вытрезвителе. Если женщина находилась в совершенно неадекватном состоянии и не могла вспомнить ни своего имени, ни место работы, то работники вытрезвителя поливали ее ледяной водой из шланга. После проведения всех процедур с женщины снимали верхнюю одежду и отправляли спать на нары, где ночевали такие же нетрезвые дамы. Перед этим у нее забирали документы и все вещи. Знаменитым женщинам возвращали все ценности утром, чтобы не спровоцировать скандала и проблем. А вот простые советские гражданки очень часто расставались со своими вещами навсегда. Сотрудники милиции и работники вытрезвителя могли присвоить себе деньги и ценности, ссылаясь на то, что дама сама их потеряла. И доказать обратное возможности не представлялось. Имеются ли претензии? Может, кто-то считает, что попал сюда незаслуженно? Товарищ капитан, честное слово, я больше никогда не буду пить эту водку. Не хочу. Я живу за ним, братом, не буду, честное слово. Поверьте, пожалуйста. Не знаю, меня можно было и не брать в отрезвитель. Мы с ребятами шли с работы. Бутылочку взяли. Ну, две. И в КАА потом. У меня можно было и не забирать, я сам шел. В вытрезвитель попадали все без исключения нетрезвые женщины, которых сотрудникам милиции удавалось поймать на улице, кроме беременных. Таких женщин по возможности старались отвезти домой, так как с женщиной за ночь могло произойти все что угодно. Брать такую ответственность на себя ни работники вытрезвителя, ни сотрудники милиции не хотели. Если у беременной женщины не было документов и узнать ее место жительства не представлялось возможным, то ее отвозили либо в отделение милиции, либо в больницу. После установки личности милиционеры связывались с родственниками, чтобы женщину забрали домой. А также делали им выговор за то, что женщина в таком положении злоупотребляет горячительными напитками. После 90-х годов вытрезвители начали постепенно исчезать из постсоветских городов, так как у государства не было никакой выгоды их содержать. Хотя в недавнем времени подобные заведения все-таки вновь заработали на территории России. Несмотря на то, что активных компаний по борьбе с увлечением зеленым змеем на данный момент не ведется, нетрезвые люди на улицах городов все же создают угрозу общественному порядку и безопасности граждан. А вы что думаете? Нужны ли сейчас в нашей стране женские вытрезвители? Пишите свое мнение в комментариях.